Нет? Хороший вопрос. Кто-то спрашивает, под спросом и предложением вы имеете ввиду поддержку и сопротивление? Нет, точно нет. Итак, давайте вернемся к 90-м, к середине, до конца 90-х, когда я создал эту стратегию. Я никогда не учился традиционным поддержке и сопротивлению, трендам с поддержкой и сопротивлением, всем этим паттерном, индикатором и осциллятором. Но однажды у меня уже была своя стратегия на спросе и предложение, которую я использовал. И затем внезапно я услышал о вещах, называемых поддержкой и сопротивлением, я начал их изучать, но у них не было никакого смысла, потому что у них были большие недостатки. Я могу рассказать о некоторых из них, если вы хотите, просто чтобы вы понимали. Но нет, когда я говорю о спросе и предложении, то вообще не имею ввиду поддержку и сопротивление, это очень разные вещи. Давайте дам вам один пример того, что такое неправильный образ мысли. Сколько из вас рисуют линии поддержки и сопротивлений согласно правилам обычного технического анализа? Сколько точек на графике вам обычно для этого нужно? 2, 3, кому-то 2, кому-то 3, 5, может быть и больше. Но я думаю, в большинстве книгах от рейдинга это 3. Итак, подумайте об этом, ответьте вместе со мной на вопросы. Итак, у нас цена опускалась к какой-то точке 3 раза. И теперь по правилам предполагается, что вы рисуете линию по этим точкам. Правильно? Что вы предполагаете сделать, когда цена снова вернется к этой линии согласно правилам? Что вы предполагаете делать? Да, планируете покупать. Об этом написано в каждой книге по трейдингу. Но позвольте спросить, что каждый раз происходит, когда цена опускается в это место? Спрос увеличивается или уменьшается? У вас есть одно касание, второе, третье. Что происходит со спросом? Точно. Итак, это одна из трех или четырех причин, почему традиционные школы обучения трейдингу не имели для меня смысла. И я не знаю никого, кто бы последовательно получал низкорискованную, но вы знаете, жил бы за счет трейдинга, используя такие вещи. Точно. Другими словами, эти правила на самом деле говорят вам не входить в высоковероятную сделку, а ждать низковероятную и уже затем покупать. Разумно? Не звучит ли это как сумасшествие? И снова, не верьте мне, я не умнее, чем кто-то другой. Я не самый умный среди нас в этой группе. Но то, о чем я вам рассказываю, является моим большим преимуществом. Я начал учиться этому с правильной стороны. Я ничего никогда не слышал о техническом анализе, когда всему этому учился. Меня на самом деле никто не учил. Я начал работать в зале Чиказской торговой биржи, где управлял потоком ордеров для больших банков и финансовых учреждений. Знаете, что я делал? Я просто наблюдал. Я был похож на маленького ребенка. Я был как губка. Не знал и не понимал этих вещей. Не знаю, сколько это продолжалось. Я не был экономистом. Мне было 20 лет. Ну, знаете, я имею в виду 20 год. Я просто сказал. Хорошо. Передо мной все эти огромные ордера на покупку и продажу. Моя работа выполнить их. Каждый раз, когда цена, неважно на каком рынке, опускалась в этот большой стек ордеров на покупку, который у меня был, я останавливал цену и разворачивал вверх. Каждый раз, когда цена поднималась к этому огромному набору ордеров на продажу, я останавливал рост и разворачивал цену вниз. Не иногда, а каждый раз. Итак, скажем. Хорошо. Это просто спрос и предложение. Теперь, когда появилась такая вещь, как анайтрейдинг, вы можете видеть ценовые графики сидя дома. Что я сказал? Я сказал. Хорошо. Теперь нужно научиться видеть, на что походят эти ордера на ценовом графике. Ничего более. Это для того, чтобы ответить на два вопроса. Где цена собирается развернуться и где сможет двигаться? Это то, как мой мозг создал эту стратегию. И затем, внезапно, спустя годы, я слышал о всех этих вещах. Графические паттерны, головая плеча, все эти глупые вещи, индикаторы, инцеляторы, поддержка и сопротивление, тренды. Я никогда не забуду одну историю. Первый раз, когда я фактически столкнулся с этим, мой друг сказал мне. Эй, знаешь, я думаю, рынок NASDAQ завтра будет расти. Я сказал. Ого, почему так хорошо? Он говорит. Магди и Фибоначо на это указывают. Я говорю. Старина, я не знаю, о чем ты говоришь. Он говорит. Ты знаешь Магди? Я это не знаю. Это индикатор технического анализа. Говорит, он мне, я не знаю, что это такое. Итак, спустя несколько дней, он пришел ко мне и принес большую книгу, где было все о графических паттернах, индикаторах и всех подобных вещах. Помню, я бегло просмотрел ее, и он начал объяснять. Для меня это был шок. Очевидно, он хорошо в этом разбирался. Я спросил у него, кто вообще так бы стал делать. Мы в зале торговой биржи делаем противоположное. И это, похоже, просто рецепт того, как просто терять деньги. Он говорит. Сэм, это то, что все делают. И меня тут осенило. Ого. Это то, что мне может понять, почему так много людей теряют деньги. И почему так мало людей делают деньги. Это понятно? Если вы говорите о графических паттернах, то сколько людей используют графические паттерны? Назовите ваш любимый паттерн. Может, у кого-то это голова и плечи, или что-то другое, типа двойной вершины. Какой-нибудь графический паттерн, который вам больше всего нравится. Да, мы вернемся к графику через секунду. Я думаю, причина, вы знаете, что я имею в виду. В целом, разговор начался садовой из ваших вопросов. Но причина, почему я разработал ее в том, дайте мне пять минут, чтобы сказать. Это сэкономит вам годы и потери тысячи долларов. Этого стоит. Сэкономит вам годы и потери тысячи долларов.